Памятник Дзержинского Справедливости и компетентного отношения к делу порученному он возглавил в трудный момент чрезвычайную комиссию ВЧК, которая занималась вопросами восстановления справедливости. В эту комиссию вначале входило вообще несколько десятков человек и они именно занимались тем, что они препятствовали беззаконию в самих органах власти. Именно и в гражданской войне мы победить смогли. Это фактически была не гражданская, а именно интервенция, когда 14 стран вторлись в нашу страну. У нас-то по сути дела не было в гражданской войне, там были мелкие стычки в самые напряженные моменты в белой армии, которую называют. Фактически это были местные такие банки формирования незначительного размера, ну в общий состав белой гвардии был не более 120 тысяч, а Красная Армия была 5 миллионов. Именно она победила. А Дзержинский выступал за соблюдение, за контроль законности в органах советской власти, именно за соблюдение законности. И ВЧК они в первую очередь арестовали тех работников власти, которые нарушали свои полномочия, которые превышали полномочия. Солдаты, которые там занимались мародерством или еще какими-то жесткими нарушениями. Именно тогда их привлекала эта комиссия. А когда им приписывают красный террор, этого не было там, по сути, изначально был белый террор, когда расстреливали десятками тысяч людей, сочувствующих советской власти, народовластью, их просто расстреливали. А потом уже приходили ВЧК, и они уже наказывали преступников, которые совершали массовые убийства. Это как бы, ну тогда это назвали как бы красный террор, но фактически это просто соблюдение законности, они просто наказывали преступников, которых надо, убийц, по закону привлекали. И именно Феликс Идмудович вообще в 1920 году, 17 января по 22 мая, было введено вообще запрет на смертную казнь в советской России. На большей части территории, там было как бы самоуправление, местные власти сами решали принимать решение, это подписал этот указ и Ленин Дзержинский, и еще там один представитель правительства советской России. А где не принимать, то есть в частности там на Украине это не приняли, а в других там властях это приняли. То есть полгода действовал запрет на смертную казнь. То есть это вот Дзержинский должен стоять, и мы должны, ему быть, это как бы образец честности, справедливости, соблюдения. Он на самые ответственные моменты. Потом его поставили министром путей сообщения, потом он боролся с детской беспризорностью. То есть это величайший деятель, нужно подробно изучать его историю и ставить его памятник вообще везде. Понимаете, не только на Луганке, и в других местах его деяниям тоже поставить. Его историю как бы много изолгали, откровенно обмана, наклепа, облили грязью. Нам рассказывают про эту белую гвардию, этот Колчак именно. Больше 430 тысяч простых крестьян и рабочих расстрелял в Сибири. А этому Колчаку ставят памятник, это убийца и маньяк. А Дзержинский максимум наказывал именно убийц, которые совершали массовое убийство. Понимаете, то есть он требовал соблюдения законности, по закону. И несоизмеримо, если сложить красный террор и то, что был белый, то это вообще просто. То есть наказали небольшую группу, которая убила вот такое количество людей. И такую группу наказали, которая убила вот столько простых людей, которые боролись за родовласть, за советскую власть. Советская власть это и есть народовласть, это не значит, что там именно все коммунисты, все большевики. Там просто люди собрались. Почему везде торжество было в советской власти? Потому что сказали, люди собирайтесь и решайте сами. Люди собрались, просто даже во всех этих советах не хватило бы всех коммунистов, чтобы даже по одному человеку в каждый совет. На момент февральской революции большевиков в Советской России было около двух тысяч, и они все сидели по тюрьмам. Их потом стали выпускать, и они уже в 17-м году стали последовательно излагать свою программу, которую они жестко говорили, что именно так, как по нашей программе, что мир, нет войны. И дальше все, выполняя все чаяния народа, которые люди говорили, Ленин-то в своих программах, он не говорил, что землю крестьянам. Крестьяне пришли и сказали, нам нужна земля, хорошо, не нужна земля, берите ее, даем, все. То есть навстречу людей шел. И потом, когда закончилась гражданская война, люди пришли и говорят, нам не нужен военный коммунист. А что вы хотите? Самых протестных крестьян он позвал в Стамбулской области. Что вы хотите? Ему рассказали, все, Ленин-то, все, будет, нет, пошел, нет. То есть навстречу шли, и как бы советы принимали решение. Именно они сами создавали органы власти, и они управляли, потому что там не было какой-то диктатуры, какой-то небольшой группы людей. Была именно диктатура простых людей на местах. Поэтому памятник должен стоять однозначно. Продолжение следует...